Итак, мы беседуем сегодня с Ахмединовой, Куралой Кинесовной, медиатор, профессионал Республики Казахстан, руководитель общества защиты прав потребителей ФИМИДА. Я вас правильно представил, Куралая Кинесовна? Да, руководитель общества защиты прав потребителей ФИМИДА+. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как, по вашему мнению, применима медиация в этих скорах? Да, именно по защите прав потребителей это очень хорошо, меняется медиация, потому что у нас в законе, в нашем законе, в Республике Казахстан, там есть специальная статья, вторая, что надо в судебном порядке решить вопрос. Для этого дается 10 дней нам, у нас. А вот в течение 10 дней мы должны в судебном порядке решить эту проблему. Это у нас с 91-го года. А сейчас вышел закон о медиации очень хорошо. Мы применяем этот закон, медиацию применяем. Идет очень хорошо. А по другим, например, вопросам, оно очень тяжело применяет. Люди просто не выявляют, что... А по защите хорошо идет, по защите прав потребителей. Замечательно. Еще несколько минут, Куралая Кинесовна. Есть, правда, вот какой скепсис, опасение, что крупные компании им выгоднее уклоняться от процедуры медиации. Например, банкам, страховым компаниям. По крайней мере, об этом говорят европейские исследования. А как ваша практика складывается в этом отношении, Куралая Кинесовна? Есть ли, с одной стороны, очень сильная компания, которая гораздо более влиятельная, более весомая, чем сам потребитель? Вам понятен мой вопрос? Ну, понятно, да, мы с банками тоже работаем. Но когда мы работаем, основном мы подключаем... У нас есть наш банк, у нас есть банка, и там есть отдел по финансовым надзорам, именно работает по сотрудничественным вопросам. Вот с ними вместе мы этот вопрос решаем в досудебном порядке. А, понимаю. Это связь идет у нас. А так, когда они уже видят, вторая сторона уже сильнее, вот финансовый надзор, тот, который работает с потребителями, они уже знают свои, как сказать, свои ошибки. Вот тогда они стараются идти к медиаторам. А так, в основном, в трехинимателе идти крупнее. Ну, на моем практике такого не было, чтобы сказать, что по ним все просто шли. Но здесь у нас другие медиаторы проводили в областном... Как вы называете? В экономическом суде проводили такие медиаторы. Ну, мы один раз вообще-то проводили, когда обе стороны слова было. Хорошо. То есть, товарищи со сограниченной ответственностью, я хорошо представляю себе. Карлай Кинесовна, как показывает ваша практика, часто исполняется достигнутое медиативное соглашение добровольно или нечасто? По защите права потребителя, которым мы принимаем это, она исполнила, потому что он в сторону, поставили подпись, и дальше оно сразу же там же в тот же момент решает этот вопрос. Например, оно будет вернуть деньги, сразу же при нас вернули деньги. Или же обмен какого товара, сразу же они вернули товар, обменяли. Это быстро решается. А вот это я не могу сказать, что там. Карлай Кинесовна, сталкивались ли вы с ситуациями, когда потребитель не знает казахского и русского языка? То есть, поскольку Казахстан многонациональная страна, если не ошибаюсь, сто с лишним народностей населяет республику Казахстан. Вот есть ли это языки республики Казахстан? Как вы поступаете в этом случае? Скажите, пожалуйста. Бывает, что некоторые, например, плохо владеют русским, кто-то владеют казахским, но у нас есть медиаторы, которые и кто-то русский хорошо знает, кто-то казахский хорошо знает, и медиаторы тоже не знают, кто-то хорошо знает, будь кто-то понимает, что Казахстан многонационным языком, кто владеет, и я приду сюда. Ни за кого-то проблем особо мы пока не виделись. Не сталкиваетесь, да? Ну, хорошо. Хорошо. Большое вам спасибо. Мы беседовали с Карлай Кинесовной Ахмединовой.